Мы с вами, а сегодня с перерывами лекции, теперь уже будут без перерыва, но всего останется у нас 4, включая эту лекцию. То есть у вас зачетная неделя довольно скоро, и я, если честно, не сильно уверен в четвертой. То есть я буду сейчас рассчитывать, что у меня есть только 3 лекции оставшихся этого учебного курса. Это мало, если честно, потому что с точки зрения изучения алгоритмов и структур данных есть очень важные структуры, которые надо обязательно, чтобы вы знали. Но я не закончил про графы рассказывать. У нас, к сожалению, из-за этого чуть-чуть сместится. Я должен буду вам рассказать обязательно хэш-таблицы, как они устроены, хотя мы ими на самом деле уже пользуемся в Python, как словарями множествами. И второе – это бинарные деревья. Тоже это неминуемая иерархическая структура, которой надо знать, как они устроены, какие там алгоритмы заложены, какая симптотика. При том, что я прекрасно понимаю, вы не будете профессиональными программистами, вы не будете их разрабатывать, но чтобы ими пользоваться, готовыми из языков программирования, вам обязательно надо знать про их устройства. Потому что, вот помните, как я обмен переменных вам объяснял, про перекачку двух баллонов с бензином и с дизельным топливом, и обмен переменными, соответственно, у вас либо вы делаете его за три итерации, либо за четыре, но которые можно сократить в две за счет независимости. Ну вот, соответственно, есть вещи, которые связаны с эффективностью, в том числе бизнес-эффективностью. И выбор той или иной структуры данных при использовании, он определяется начальником. Начальник говорит, а мы будем делать это вот так. Понятно, что есть научные консультации и так далее, но это, еще раз, все к жизни в конечном счете применимо. А потом анализ данных в некоторых алгоритмах на графах, например, нуждается. Ладно, все, поехали. Значит, мы заканчиваем сегодня говорить про графы. У вас потом еще будет лаба, может быть, даже две. Наверное, может быть, мы вторую сократим, я думаю, из-за пропусков. Посмотрим. Посмотрим. Вот, значит, давайте обсудим с вами алгоритм, который называется алгоритм, собственно, проверки. Вот для, не проверки, а для ориентированных графов без циклов, для так называемых Directed Ecyclic Graphs, вы их помните. Это я пояснял. Ориентированный граф, в котором нет циклов вообще. Не то, что простых, вообще нет циклов. Вот, соответственно, для них можно осуществить так называемую топологическую сортировку. Что является результатом ее? Такая последовательность вершин, в которой все ребра направлены, то есть, если наложить ребра, то все ребра будут идти от меньшего номера к большему. То есть, они все будут идти туда. И это означает отсутствие обратных зависимостей. Топологическая сортировка нужна при выстраивании, например, образовательной траектории. То есть, как пройти, или, например, у вас есть связанные планы на день. Курьер смотрит, в каких пунктах он должен оказаться в целом. Но у него есть какие-то вещи, которые, соответственно, он берет, доставляет из пункта А в пункт Б, из пункта Б в пункт С, из пункта А в пункт С, из пункта Д в пункт и так далее. Понятное дело, что в реальности там могут быть циклы. Почему? Из А в Б, из Б в А. И ему нужно отнести все. Но представим себе, что нужно выстроить некую траекторию посещения, в которой не будет циклов. Если мы сделаем топологическую сортировку, это не еще раз, абсолютно мы сейчас игнорируем расстояние с точки зрения зависимостей. То есть, чтобы не было обратных зависимостей. Когда надо было из пункта А доставить в Б, а он шел из Б в А. Понятно? Ладно, значит, мы с вами проговорили, что такое топологическая сортировка, почему она важна. Есть алгоритм, который применяется почти всегда. Эффективный алгоритм Тарьяна. Но алгоритм Кана... Камеру можно повернуть, наверное, я сейчас сюда, чтобы было с чем склеивать. Так вот, алгоритм Кана не является эффективным, но он просто банально первый. На практике применять не надо. Значит, берем среди всех вершин, ищем такую, у которой входящая степень вершины равна нулю. Ну, то есть, вершин, от которой ни от кого не зависит. То есть, условно, если это ваши вершины отражают предметы, которые вы изучаете, не знаю, в МФТИ или в каком-то образовательном треке, то вы ищете такой предмет, который можно изучать без знания других предметов. После чего выдаем ей номер и удаляем ее из графа. Все! Все! Таким образом мы осуществим топологическую сортировку. Удаляем ее вместе с ребрами, естественно. Тем самым понижаются входящие степени у тех вершин, в которые она вела. То есть, вы, грубо говоря, смотрите, какой предмет я могу изучить. Пожалуй, я могу изучить математический анализ без всего остального. Вычеркиваете его. И те предметы, которые от него зависели, у них теперь входящая степень снизилась. Вы можете изучать теорию вероятностей, потому что у нее была зависимость только математический анализ. Ну, условно сейчас, если это простроена траектория, все, примитивный алгоритм. Называется алгоритм Кана. Применять его не надо. Что надо делать? Ну, потому что, представьте себе, запись включена. Да, вот здесь вот красный каточек. Так вот, в этом случае, представьте себе, вы перебираете, чтобы найти вершину с нулевым весом, потенциально все вершины. Дальше вы берете и удаляете ее. И перебираете все остальные вершины, понижая у них степень на единичку. Побежали. Нет, не все, а ее смежная. Тем не менее, следующая итерация. Вы снова перебираете все вершины с поиском той, у которой входящая степень 0. Понятно? Ну, короче, не будет красиво. Что есть вместо этого? Если мы знаем, что такое обход в глубину, то у нас есть алгоритм Тарьяна. Берем буквально первую попавшуюся вершину. Делаем обход в графа в глубину. Ребята, естественно, естественно, от этой случайной вершины нельзя достичь всех вершин. То есть берем произвольный предмет, который изучается на физтехе. Анализ данных и машинное обучение. И делаем обход в глубину от нее. То есть мы только достигаем тех предметов, которые имели ее в качестве пререквизита. Нейронные сети, еще что-нибудь. Вот где она является пререквизитом. Тем не менее, мы при покраске в черный цвет, помните, я вам рассказывал, изначально при обходе в глубину считаем, что все белые. Когда мы заходим, но еще не вышли, она серая. Когда мы вышли из рекурса, она становится черной. То есть вот здесь, в данном случае, мы нумеруем вершины на выходе из обхода. Не на входе. Помните, при обходе в глубину я выдавал номера? Ты при обходе в глубину, собственно, я делал как? Я нумеровал их. О, новая вершина, вот тебе номер. И я на доске рисовал. Да, один, два, три. Вот у них появились номера по мере входа в них. А здесь наоборот, по мере выхода. Множество покрашенных вершин не забываем. Ну потому что, понятное дело, мы случайные вершины прошлись в достижимую область графа. Куча вершин еще там не простроена. Что мы теперь будем делать? Пока есть еще белые вершины, мы повторяем еще от любого предмета. То есть какие предметы мы еще не трогали? Давайте еще возьмем любой из них. Да, из тех, которые еще не затронуты. Это попался, не знаю. Тиарвер. И топаем от него. Но единственное, что, поскольку у нас уже черными закрашены те вершины, которые были, то от тиарвера мы приходим к мотостатистике. От мотостатистики мы приходим к, я не знаю, там, анализу данных и методам машинного обучения. И туда уже не идем, потому что мы его брали раньше, он уже покрашен в черный цвет, там пронумеровано. Соответственно, от вот этих очередной белой вершины мы начинаем обход. Соответственно, опять же, вся достижимая область графа закрашивается в черный. При этом нумерация идет именно на обратном ходу рекурсии, говоря, если мы делаем обход в глубину, рекуррентно. На обратном ходу рекурсии, когда мы заканчиваем, выходим из вершины, говорим, все, я, помните, про дискотеку рассказывал, да? Я иду на дискотеку. Все, я отчитываюсь своему шефу, что я готов идти на дискотеку. Все. Мне удалось сейчас это нейросвязи и корьки позабрасывать, все всплыло. Помните. Если что, мы сейчас это дело порисуем. Так вот, в результате весь граф будет покрашен в черный цвет. Предмет точно, потому что в крайнем случае граф, ориентированный ациклический граф, может состоять из одних изолированных вершин. Все предметы ни от кого, ни от какого не зависят. Да? Зависимости нет. Ну вот, N вершин, N компонент связанности. Ну он просто будет брать очередную компоненту и каждой вершине выдавать номер. Нет зависимости, ну порядок условно произвольный. Надо сказать, что топологическая стартировка не предполагает единственного истинного порядка вершин. Топологическая стартировка предполагает, что не будет обратных зависимостей. Что вы будете проходить предметы в последовательности, которые допускают их изучение, соответственно, с выполнением всех пререквизитов. Так вот, после нумерации всех вершин, после нумерации всех вершин, меняем их нумерацию на противоположную. Бинго! Бинго! То есть мы просто делаем многократные обходы в глубину с нумерацией от конца. Нумерацию не прерываем, покраску не бросаем. Нумерацию разворачиваем назад. Топологическая стартировка. Представляете? Суть понятна? Давайте посмотрим на реализацию. Посмотрите. Ну это просто, это бомба, да? Посмотрите. Она вот такая. И это эффективный алгоритм. Потому что его эффективность, она, ну количество вершин, ну да, умножить на количество соседей у каждой из них. Но это количество обычно относительно невелико. У нас же граф обычно не полно связан, где каждый с каждым. Ну вот. Да? Что я делаю? Вот у меня, так, одну секундочку. Ой, фу ты, елки-палки. Это только вот графа. Господи, что я показываю? Он сам говорит, тоже не такой сложный. Тем не менее, прошу прощения. Ввод графа. Давайте сделаем. Значит, ввод графа. Я единственное, что хотел бы, если честно, повторить. А повторить придется его... А, это... Я же не смогу его здесь запустить. Слушайте, ну я сейчас не буду так... Я пока не буду его запускать у себя. Пока просмотрим. Ввод графа в виде этих... Словаря смежностей. Можно было бы список списков сделать. Потому что это, по сути, список списков. Ну, сделан как словарь словарей. Все. Все, вот он весь алгоритм. Я прошу прощения. Не такой уж он и короткий. Тем не менее. Итак, что мы делаем? Мы делаем обход в глубину. Да? Ну, вообще, по идее, как бы черную мы точно не должны сюда попадать. Значит, здесь у меня есть особенность реализации. А DFS... Я мог бы написать этот алгоритм короче. Его можно было бы написать короче. Но здесь black и grey являются... Сейчас. А зачем у меня grey отдельно? Сейчас, 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 сейчас. Я держу отдельно белое. Grey мне не требуется передавать. Зря я его сюда толкаю. Он мне не нужен. Grey работает только во время DFS. Я бы это дело убрал. Я здесь, к сожалению... Это же не мой сейчас ноутбук. Я сюда сейчас не буду вставлять. Соответственно, исправлять это дело. Я не буду лезть в исходники сайта и там править. Но серые не нужны. А вот черные надо сохранять. Здесь у меня цвета не в едином массиве хранятся, а в множествах. В множествах. И сделано это для такой степени, чтобы у меня вот белые хранились как множество. Видите, вначале загоняю в белые все вершины. После этого черные пустое множество. И пока у меня белые есть, я добываю любую белую вершину и запускаю от нее DFS. После чего наросшее множество черных я вычитаю из белых. То есть у меня происходит вычитание множеств. Я выбрасываю. Честно. Вот у меня здесь все вершины. Вот здесь вообще-то можно было бы, поскольку они целочислено задаются, можно было бы списком списков гнать. Но я уж вот так вот сделал, что вот так здесь количество вершин ребер и дальше 7 строк, соответственно, с ребрами. А так можно было, правда, список списков и не париться. И здесь тоже можно было черный-белый держать как список. Проблема была бы только в том, чтобы найти первую белую вершину. Поиск первой белой вершины требовал бы прохода по этому списку, которым хранит цвета, с поиском там нуля, допустим, если ноль белый. Но не суть. Сейчас зато красиво читается. Мы берем первую попавшуюся белую вершину, запускаем от нее DFS. Обратите внимание на особенности этого DFS. Первое. Ни в коем случае... А, я вспомнил, зачем я передаю Gray. Для того, чтобы отслеживать, отслеживать, что текущий обход в глубину не должен попасть на циклическую зависимость. Я не должен попасть отсюда на серую вершину. Иначе это означает циклическую зависимость и невозможно сделать топологическую сортировку. Она возможна только в ациклических графах. Вот. Поэтому я ее сюда вспомнил. Поэтому я ее сюда тащу. Итак, мы добавляем, соответственно, начался обход. Если я встретил вершину, а она серая, до свидания. Loop and graph can't do topological sort. Теперь дальше. Gray-add, на самом деле, вот этот экзит, плохая практика, лучше было бы бросать исключения. Есть такой механизм, который позволяет обрабатывать ошибки. То есть он, в конце концов, может прервать программу, если ошибка не будет обработана. Но я их вам не рассказываю. Это эксепшены. Давайте вот будет у нас более продвинутый питон в третьем семестре. Вот там вот я вам расскажу про исключения. А сейчас нам не надо это делать. Теперь дальше. Что я делаю? Я запускаю обход по всем смежным вершинам. For, u, in, g, at, v. Это все соседи, нейборы. И дальше, если он не черный, то запускаем от него обход. А вот на выходе я добавляю эту вершину к ордер. В данном случае саму вершину. То есть я вместо того, чтобы выдавать ей номерок, я сами вершины отправляю, идентификаторы вершины отправляю в список. Ясно? И пент, и пент, и пент. Ордер у меня должен быть глобальным. То есть он у меня сохраняется от одного обхода к другому. Вот я создал этот список один раз. И дальше, работая с ним по ссылке изнутри, и в этом случае работа по ссылке с изменяемым объектом благополучно дополняет, изменяет оригинальный список, поскольку в списке изменяемый объект, то он дотягивается по этой ссылке и пентит туда значение. Соответственно, он добавляет туда эту вершинку, в конец, и в результате просто многократный запуск DFS, который параллельно себе накапливает в ордер все вершинки. Если бы я имел гарантию, что он точно, топологическая сортировка у меня осуществима, что он является ациклическим, можно было бы это убрать вообще. И вот тогда было бы вот такой вот DFS, коротенький. Можно чуть-чуть было бы там попробовать сократить, но слушайте, он, по-моему, кавайный, вполне милый. Ну, потому что это выдает нам порядок, в котором предметы как раз наоборот максимально нельзя изучать. То есть первым в нем окажется, мы же в обратном, добавляли на выходе. То есть первая будет вершина, от которой никого никто не зависит. Потом вершина, от которой зависит только та, которая была перед этим. Ну и потом там вот от конца они пойдут. Вершина. От сложных предметов к более простым. А чтобы его, соответственно, развернуть красиво, ну, надо, естественно, наоборот. Вопросы по реализации. У меня, к сожалению, довольно много сегодня, поэтому давайте мы сейчас, если принципиально понятно, вы это все запустите и проверите на занятии, на лабе. Итак, значит, поехали вперед. Еще одна проблема, которую мы раньше не трогали. Это так называемое выделение сильно связанных компонент ориентированного графа. Как вы помните, для неориентированного графа поиск компонент связанности вообще не проблема. Запускаем обход в глубину или в ширину, неважно какой, от любой вершины. Опа! Мы от этой вершины дотянулись до всех, до которых только можно. От каждой из них можно вернуться в нее, потому что граф неориентированный. А значит, это и есть компонент о связанности. Добавить туда дополнительную вершину, чтобы осталась связанность, нельзя. Потому что иначе бы туда обход пришел. Правда? Обход ведь, зовем всех на нашу дискотеку, или заражаем всех нашим вирусом в случае обхода в ширину. Неважно. В любом случае до всех дотянемся. А в случае ориентированного графа это не так. Там все сложно. У нас есть вершины, что из вершины А можно попасть в В и в С, из вершины В можно попасть только в С, а из вершины С никуда попасть нельзя. Короче, вот есть вот эта направленность, в результате которой выделение тех компонент, которые по определению являются связанными. вот такой подграф, который является связанным. В нем, слушай, я хочу порисовать чуть-чуть, давайте чуть-чуть порисуем, поверните. Зайдет сейчас двух типов графов. Смычка, сцепка. Ну, в смысле, они друг с другом сейчас пересекутся. Значит, смотрите. Я беру сейчас, рисую произвольный ориентированный граф. Прям вообще произвольный. Я сейчас случайным образом рисую вершины. Значит, я сейчас их наположу вершин, потом стрелочки уже нарисую. не знаю, давайте вот так вот ставим еще, что я здесь забыл стрелку нарисовать. здесь, здесь, здесь. Вот полный, полный, полный расколбас. Вопрос. Какое отношение к вот этому графу имеют ациклические графы? А, никакого. Тут вот цикл вполне себе есть. Да, сейчас найду. Сейчас, одну секундочку. Давайте я добавлю еще сюда дополнительно, вот сюда вот это ребро. И вот, например, цикл. Смотри, какой красивый цикл. Тра-та-та, тра-та-та. Можно бегать долго тут. Никакого отношения к ациклическим графам не имеет. Но с другой стороны, давайте попробуем поискать компоненты сильной связности здесь. Да? Компоненты сильной связности. Значит, сейчас я это сделаю без алгоритма. Для начала. Без алгоритма. Я просто, чтобы вы все равно поняли и вспомнили. То есть, компоненты сильной связности, это где из любой могу попасть в любой. Вот смотрите. Вот эта вершина. Из нее могу попасть вот сюда. Вот сюда. И, соответственно, вот сюда. Вот цикл. Из этой сюда и сюда. Но я могу добавить немножко. Я могу посмотреть. Ага, смотрите. Вот у меня есть еще одна вершина. Которая тоже входит. Вот у нее другой цикл. Но тоже в результате из любой в любую могу попасть. Правда? А вот могу ли я попасть отсюда, вот отсюда, вот в эту вершину? Ну, слушайте. Я так нарисовал, что кажется, могу. Потому что я могу попасть вот сюда. Я могу попасть сюда, сюда, вот сюда. Правильно? И сюда. Правильно? А отсюда я могу попасть. Опа. Стоп. Вот сюда. И туда. Я нашел вот такой вот цикл, который мне обеспечивает связанность этих вершин. Когда я нахожу цикл, это всегда приятно. Потому что я по такому циклу точно от любой вершины к любой добегаю. Вот в данном случае я сейчас так вот интуитивно нашел. Вот все зеленые вершины сейчас принадлежат вот этой компоненте сильной связанности. А вот эта вершина. А вот эта. Да, в нее попасть не проблема. Но из нее я попасть вообще никуда не могу. У нее исходящая степень ноль. Поэтому, извините, она является отдельной компонентой сильной связанности. Сама себе изолированная вершина. Но вот эта тоже такая. Посмотрите. Я ее тоже красненькая нарисую, но это, конечно, другая. Ну-ка, давайте посмотрим здесь. Вот эта вершина. В нее можно попасть. Но можно ли вернуться? А вот нет. Вот из этой можно выйти, вернуться нельзя. Никак. Да. То есть они у меня сейчас получаются. Я попробую по максимуму сейчас цветами воспользоваться, если только получится. Да. Это отдельная компонента. Вот это отдельная компонента. Да. Давайте сюда посмотрим. Вот эта вершина. Отсюда можно и прийти, и уйти. Да. Все. Да. То есть здесь вот никакого цикла нет. Давайте я ради сокращения количества компонент, я добавлю сюда одно ребро дополнительно. Да. Вот такое. Прямо противоположное. Просто банально, чтобы их объединить в одну компоненту связности. Она у меня будет, допустим, так, у меня все, цвета кончились. Ее ни красный, ни синий, ни зеленый нельзя нарисовать. Черная компонента будет. Вот она компонента сильной связности. Из любой вершины можно попасть в любую другую. А теперь смотрите, что я сейчас сделаю. Я нарисую красную компоненту, вот эту. Синюю компоненту, вот эту, вот она. Зеленая, она будет у меня такая вот большая, да, большая. Но я ее нарисую одной точечкой. Вот эта красная, да, она у меня, вот она, справа от зеленой, да. Кто еще остался? Черная компонента и все. Правильно? То есть в моем графе, а? Еще одна красная. А, точечная, прошу прощения, еще одна красная. Замечательно. А теперь смотрите. Рассмотрим граф, состоящий из сильных компонентов. То есть каждую сильную компоненту назначим как вершину. Связность между компонентами будет естественно обозначена, даже если несколько ребер есть ведущих из вот этой компонента, даже если бы здесь было еще одно ребро сюда, все равно я обозначу за одно ребро. Да? Это будет означать, что я отсюда провожу ребро сюда. Да? Зеленая, красная, вот они. Из зеленой вот сюда. Из синей сюда. Из синей сюда. А, видите? Из синей в черную. Из синей в черную, да? Из черной в красную. Из черной в зеленую. Да? И из зеленой в красную. Что я могу сказать? Что это ациклический граф. Почему он 100% ациклический? Потому что если бы, если бы здесь был цикл, если бы тут был цикл, тогда извините, там сильная компонента. Из любой вершины можно попасть в любую другую. То есть если можно попасть хоть в какую-то вершину сюда, то можно попасть в ту вершину, из которой можно попасть сюда, а здесь опять же из любой в любую. То есть он 100% не может иметь циклов. Поэтому граф, состоящий из сильных компонент связности, является направленным ациклическим графом. Прикольно? Ладно. А теперь смотрите. Вот у нас был вот этот вот граф. И я что-то шаманил. То есть вот представьте, стрелки, тут куча стрелок. Как мне адекватно и более-менее быстро найти здесь компоненты сильной связности? Чтобы это не была вот эта вот какая-то эвристика или высокая асимптотика. И ответом на это является алгоритм Тарьяна. В нем нам нужен обход в глубину и стэк. Что такое стэк? Не помните, что такое стэк? Стэк – это такая очередь last in, first out. Last in, first out. Lefok you, как говорится. Q, соответственно, мы накладываем в него, накладываем, накладываем, а забирать будем, соответственно, в обратном порядке. Как длинный узкий лифт. Бывают такие. Заходит, 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 а потом, чтобы выйти, все должны выйти в начале, уступить место, потом только зайти. Стэк – обалденная структура данных. А? А не важно, вложить маршрутка. Маршрутка, да. Стэк – очень хорошая структура данных. На нем основаны, в частности, алгоритмы для компиляторов. Так называемая сортировочная станция Дэкстры. Мы не трогали случайно. Мы его трогали в прошлом семестре, когда говорили про скобки. Помните анализ скобочных структур? Корректность скобочных структур. Где фигурные, круглые, квадратные скобки. Нам нужно его разобрать, и мы открывающуюся скобку клали в стэк, очередную. А когда встретили закрывающуюся, то брали со стэка, а что там лежит, какая там сейчас? Закрывающаяся, квадратная, круглая, какая там, чтобы сопоставить. Если они разные, то мы говорим, у нас ошибка, неправильная скобка, закрыто выражение. И выдаем ошибку условной компиляции. Конечно, настоящий алгоритм структурной станции работает посложней, но не суть. Некая модель этого может быть даже на скобках. Стэк, короче, штука полезная. И он, соответственно, у нас будет... Ой, что я написал? Тарьяна. Тарьяна был. Тарьяна это... Простите. Косараю. Тарьяна это топологическая сортировка эффективного. Косараю. Японец, наверное. Итак. Значит, мы будем делать следующее. Мы будем сохранять не только оригинальный граф, но и противоположно направленный. То есть нам нужен, как он называется, транспонированный граф. Он называется транспонированным, потому что его матрица смежности будет ровненько транспонирована. Можно себе представить, что у меня, соответственно, все ребра просто развернуты задом наперед. Понятно? Да? Такой вот нарушитель, злостный нарушитель правил. Едет по дорогам с односторонним движением в обратном порядке. Что мы делаем? Мы делаем серию обходов в глубину для транспонированного графа. Для транспонированного графа. Это не тот цвет. Мы делаем серию ДФС. При этом сохраняем последовательность вершин именно при выходе. То есть как и было, как в Тарьяне. Сохраняем обратный порядок, сохраняя ордер именно при выходе. После этого этот обратный порядок, который мы сохранили, мы будем использовать в качестве стека. Мы совершаем вторую серию обходов, но уже оригинального графа. То есть первое для транспонированного, второе для оригинального графа делаем, соответственно, серию ДФС в обратном порядке ордер. В обратном. Ну то есть условно ордер два двоеточия минус один. Каждый раз, когда мы находим вершину, не пройденную предыдущими обходами, это значит, что мы нашли новую компонент усиленной связности. Соответственно, вот в процессе вот этих обходов новая вершина, то есть новый обход запускается, новый обход ДФС. новая белая вершина. Соответственно, это у нас новая сильная компонента. Давайте попробуем это реализовать, потому что уже нетривиально. Реализовать здесь, после этого побежим скорее к взвешенным графам. Дело в том, что... Почему мы делаем для транспонированного? Если мы начнем просто для оригинального делать серию ДФС, а давайте возьмем случайную вершину и от нее доберемся до всех, до кого можно добраться. А вдруг мы от нее... Мы же не будем... ДФС, он же не проходит два раза. Соответственно, в нее, например, он не пойдет уже. Вот. И я сейчас доказательства точно не приведу. Я думаю, что в процессе иллюстрации, может быть, станет понятно, может, нам вот контрпример возникнет. Почему нельзя просто взять ДФСами? Вот схватился за вершину, взял, до всех, до кого добежал. А вот... А, вот контрпример сразу. Потому что до всех, до кого добежал от нее, это одно. А то, что от всех тех до нее можно добежать. Как бы это гарантируется? Понятно? То есть здесь, если я вернулся бы к тому графу, который я построил, я могу здесь вычленить вершину, вот эту. Даже бы просто вот здесь, да? От которой можно добежать, по-моему, ко всем. Вот как-то в целом, да? То есть вот я попадаю... Тут я уже в зеленую попадаю. Из зеленой сюда, из зеленой сюда. Да, да, да. Вот из этой вершины достижимы все. Вот я схвачусь за нее и обойду весь граф. Это означает, что весь граф является компонентом сильной связанности? Нет. Мы должны от каждой туда и от каждой назад. Понятно? И если мы идем именно в этом порядке, то этот порядок, ведь по сути, если бы граф был ациклическим, если бы он был ациклическим, то этот ордер был бы топологической сортировкой. Наоборот, нам оставалось бы только его в обратку выплюнуть. Понимаете, да? То есть мы делаем, по сути, как бы топологическую сортировку для обращенного графа, тем самым вот эта вершина у нас окажется реально последней, скорее всего. Ну, сейчас посмотрим. Итак, хватаемся за любую абсолютную вершину. Наверное, мне надо цвета снять сейчас. Сейчас я, пожалуй, вот так и сниму. Прошу прощения. Пауза. Минута тишины для усвоения знаний. Знаете, да, в православной церкви в каком-то смысле боятся тишины. Ну, то есть там редко тишина, очень. А в католической там есть время для медитации. Ну, там и музыка есть, медитативно заснуть легко. Ладно. Так, поехали. А зачем я их выделил? А это я забыл стереть. Черную компоненту не стер. Ну что, хватаемся за произвольную вершину. Метод случайного тыка. О, вот это. Попалась вот эта вершина. Значит, обратите внимание, я сейчас пойду не по стрелкам. Я ненормальный водитель, я еду против стрелок. А, да, поскольку мне понадобится их порядок, мне нужно куда-то его записывать. Мне нужен стек. Я сейчас буду их записывать. Единственное, что мне доклоняться не очень будет удобно. Я их буду выписывать сейчас по горизонтали. И мне понадобится, извините, их название. Ну, или номера. Что мы будем делать? Номера или название? Буквы будут удобнее людям. А, Б, С, Д, Е, А, Б, С, Д, Е, Ф, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Супер. Поехали. Итак, начинаем с вершины H. Значит, я запускаю обход в глубину от нее. Пошли. Вершина D, она должна... Ой, куда же я пошел опять? Привычка идти по ребрам. Надо против. Я ж ненормальный сейчас. Итак, я иду сейчас сюда. Да, я иду сейчас сюда. Ага. То есть у меня сейчас вершина H вошла в обход. Вершина E вошла в обход. Против едем. Вот сюда едем, соответственно. Вершина D вошла в обход. Они сейчас еще серые. Пока. Так, сюда поехали. С вошла в обход. С в обратную сторону. В глубину, поэтому это потом, если понадобится. Уже не понадобится. Это A вошла в обход. Едем обратно. Все, мы приехали туда, откуда дальше ехать некуда. Записываем. Выходим. Выходим отсюда. Я записываю в свой ордер. То есть у меня сейчас ордер. Это некий список, в который я их добавляю. Вот он у меня пошел. B. Я, пожалуй, не буду запятые ставить. Вы поймете. Итак, непонятно? Выход отсюда. То есть она становится черной, попадает в список. А. Можно ли ехать против движения, нарушая против? Нет. Значит, она становится черной. Мы из нее выходим. Выходим ровно откуда вызывали. Вызывали из C. Из C можно ехать, нарушая правила. В какую-то еще белую вершину. Нет. Покрасилась, пошла сюда. Из D можно ехать, нарушая правила. Вообще было бы можно сюда, но А уже это сюда. Но она тоже уже покрашенная. Поэтому это же обход в глубину. То есть здесь нет дублирования, когда мы перебирали все возможные траектории. Это комбинаторная сложная задача. А здесь, пожалуйста, эта вершина пройдена, поэтому нет. Из D выходим, возвращаемся сюда. Из E больше против правил ехать, против ребра нельзя. Отсюда из H можно ли есть, то есть эти все, они зачеркнуты, больше возвращаться будем. Они почернели. Из H можно ли куда-то идти против ребра? Да. Вот еще одно направление, куда можно идти против ребра. Пошли сюда. Покрасили вершину L. И пока сюда не заношу, потому что она еще серая, как H. Значит, отсюда против направления движения, куда можно? Сюда. M. M. Из M против направления движения, куда можно? В P. Из P куда можно против направления движения? Сюда уже нельзя, она покрашенная, сюда можно. Сюда нельзя, а сюда еще можно. Соответственно, я иду сюда. В N. Из N против направления движения, можно и сюда, можно и сюда, куда хочу. Ну, допустим, вот сюда. Да, вот допустим, вот сюда я пошел. Соответственно, здесь против направления движения. Это по, это по, вот это против. Сюда попал. Замечательно. Здесь я против, могу идти? Ну, да, но там уже покрашено. Поэтому та вершина не добавляется. Больше, соответственно, я здесь тоже не могу, здесь уже покрашено. Обход закончился. Вершина F попадает в ордер. На F, J, N. Я возвращаюсь. Стоп. Из N я могу вернуться в K. Да? То есть вот сюда. Не вернуться в смысле пойти против движения, да? Обход сюда заглянет. N не может пойти на дискотеку. Он еще не всех друзей позвал, да? Он еще должен сюда. Сейчас он зовет вот этого товарища. Значит так. Из этого я мог бы сюда, но нет. Да? Туда нельзя. Сюда, но уже нельзя. Он уже покрашен. Поэтому это конец. K записываю. Да? N говорит. Все, теперь я всех позвал. Теперь я могу идти на дискотеку. Возвращается к O. O проверяет. Я всех, кого мог позвал. Непозванных позвал. P всех непозванных позвал. M всех непозванных позвал. L всех непозванных позвал. Правильно? Все. И мы вернулись к H. Ла-ла-ла. Мы от первой попавшейся нам вершины сделали один обход в глубину. Вам понятно, что видно, да? Что он затронул много разных вершин. Много разных вершин он тут затронул. Но если я... Вот сейчас добавить сюда еще сейчас парочку. Если мы пойдем в обратном порядке от вершин, которые при этом белые, которые не затронуты предыдущими обходами, будем проходить обходами в глубину, будем находить сильные компетенции. Это магия. Магия Касарави. Итак, поехали. Естественно, что у меня остается белых вершин только вот эти. Я беру из них любую. На ней же тут же и заканчиваю. Потому что там идти некуда. J, соответственно, непокрашенных вокруг. Ай, непокрашенных нет. Все. Что мы делаем теперь? Берем яркий красный маркер и начинаем делать серию обходов в глубину. При этом я буду сразу выписывать компоненты вот здесь. Берем, начинаем от вершины B. Ой. В обратном порядке. Это очень важно. В обратном. От I. От вершины I. Итак, начинаем строить от I. Только теперь идем по прямому графу. Нормальные обходы. А, никуда больше нельзя. Все, первая компонента сильной связности есть. Это I. Да? Дальше поехали. G. И она, естественно, исчезла. G. Хватаемся за G. От нее. А, никуда больше. Да? G. Все. Вторая компонента сильной связности. Дальше поехали. Хватаемся за H. За H. От H. Начинаем и делать обход. О, сейчас он пойдет. Поехали. Эть. Да, обход пошел отсюда. Значит, дальше. Сюда пошел, соответственно, но. Да? Сюда пошел. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Посмотрите. При этом сюда, сюда уже нельзя. Я зря его не обвел красным. Потому что у меня возникла, сейчас будет ошибка. Ни в коем случае. Он раньше пройден. Он раньше пройден. Можно сказать, что алгоритм Косарая немножко пользуется Торианом. Я вам как раз показал, что если смотреть на граф с точки зрения сильных компонент, то это направленный ациклический граф. Правда? И хотя мы еще не знаем самих сильных компонент, но в рамках самих сильных компонент будет, можно осуществить топологическую стартировку. То есть алгоритм Косарая, он как бы, еще не зная компонент, уже делает как бы топологическую стартировку, понимая, что она могла бы, там, где были бы циклы, мы игнорировали и продолжали дальше двигаться. Там, где я бы забастовал, сказал, как, это не циклический граф, проблема. Здесь нет, я продолжаю. А потом в обратном порядке, как бы и шел алгоритм Ториана, только я теперь запускаю обходами. И вот до кого я оттуда могу дотянуться, это и есть моя компонента. Так, поехали. Значит, от кого я? От H. Итак, поехали. Я просто добавляю их. Это все, все, докуда дотянусь, это вся моя компонента. H, C, D, E, I. Моя компонента. Да, но это не все, потому что я от I могу еще дотянуться куда? Нет, здесь нет, от D больше никуда, от C больше никуда, ну, потому что G уже покрашено, да? Но я могу дотянуться еще в K. Окей, K покрасили, моя компонента. N могу дотянуться, покрасили. Из N в O могу дотянуться. Сейчас, кстати, вот сейчас плевать на прямой обратно. Какая разница? Да. Я случайно что-то туда дописал. I. Почему I? A. Его не может быть, потому что он уже покрашен. Не потому что туда невозможно пройти, а потому что он покрашен предыдущим обходом. Конечно, его там не должно быть. Так, K, L, O. Из O я еще могу попасть в P. Из P я еще могу попасть в M. Из M я в I не могу, он покрашен. Соответственно, могу попасть в L. И все. Так, N, O, P, M, L. У меня вот это все раскрасилось, включая H, с которого я начал. Соответственно, я иду дальше. У меня это покрашено. Это оказалось покрашено из-за предыдущего обхода. То есть я пытаюсь от нее начать обход, а она черная. Ну, тут покрашено уже, все, закончилось. Поэтому skip, skip, на M, P была O, N была K, была N, была J, опа, J не было. От нее сейчас начнется новая компонента связанности. 4, J, ну-ка, пробуем дотянуться, куда можем дотянуться. Дотянулись, больше никуда. Это покрашено, туда нельзя. Назад мы не идем, потому что она тоже уже покрашена. Ну, то есть J, F, оп, выделилось. А почему у нас в отеле два раза N? Я мог ошибиться, когда шел. Странно, что так получилось. К. Должна была быть. В начале N, потом K. А это N, это O, P. Наверное, когда я возвращался, я ее записал второй раз. Я просто, он же уходил сюда. И потом, не знаю, сейчас я не буду восстанавливать. Да, это ошибка. Дальше, соответственно, от J мы сделали. Соответственно, F просто skip, потому что он уже покрашен. D skip, потому что уже покрашен. C был, а не был, B не был. Да, от A. Смотрим, до кого можем дотянуться. А не до кого не можем дотянуться, потому что они покрашены уже. Все, выделяем его как отдельную компоненту, закрашиваем. Первый раз. Так, ладно. И B тоже отдельно, он не закрашен, и он уходит последним. Все. Пожалуйста. Согласитесь красиво, да? Когда я строил, я писал в обратном порядке, вот это вот, обратный порядок, и я шел при этом против направления дорог. Это были транспонированы, граф транспонировал. Я начинал от H, я пошел, и, потому что это было против, да? Там был еще вариант пойти против, но он позже. Пошел против, пошел против. Я почему-то решил сюда, можно было так тоже вполне, но я решил так, это же не важно. В данном случае это не имеет большого значения. Сюда пошел, отсюда против, можно только сюда пойти, отсюда против, сюда, отсюда больше никуда. И я записывал, когда они становились черными. Первая черная стала B, потом A, потом C, потом D, потом E. Да? Я ее пропустил? D, E, должна была быть, да, она должна была быть. Мне сейчас повезло, что из-за этого не сломался алгоритм. А так правильно, абсолютно, да. Слушайте, очень тяжело делать это вручную, не ошибиться, а это правильно. Ну что, все понятно? Правда красиво? То есть, по сути, сколько потребуется операции для обхода в глубину? Ну, для серии обходов в глубину. Да сколько вершин, столько потребуется. То есть, мы же каждую вершину обходим только один раз. И все, один раз. Да, нам нужно проверить, то есть, она при проверке будет искать все, ну, в случае обратно транспонированного графа, все предыдущие вершины. Да, в случае, если прямой граф, все, в которые можно попасть. Ну, хорошо. Умножаем количество вершин на количество исходящей степени, плюс входящую степень, да, в среднюю, ну, или максимальную, хорошо, если мы от N берем, да, O. Ну, короче, получается, получается, что это очень приемлемая сим-точка. Ладно. А, да, естественно, у меня возникают вот эти ребра, которые между компонентами. Они не попадают ни в одну из компонент сильной связанности, они связывают сильные компоненты друг с другом. Понятно? Обеспечивая, собственно, вот этот вот ациклический граф. Так, теперь нам нужно срочно это дело, ну, я сейчас покажу текст, как это написано. Вот, но дальше нам нужно, давайте я коротко покажу текст, а то мы разговариваем, разговариваем, а текст я не показал. Значит, я здесь, ага, включаю. Отъезжаю. Значит, здесь в несколько ячеек записано, потому что уже не так просто. Ввод графа. Особенность ввода здесь сейчас в том, что я, чтобы не делать потом, не транспонировать граф потом, я сразу себе два графа делаю. Я сохраняю себе G, обычный граф, в котором ребра направлены на атаку, и транспонированный из B, A. Поскольку мне удобно хранить их в списках смежностей, то, соответственно, я вот так их и добавляю. Понятно? Это словарь множеств смежностей у меня сейчас. Итак, что я дальше делаю? Вот она серия обходов в глубину первая. Первая серия обходов в глубину. Как видите, здесь я добавляю ордер. Здесь как раз, вот если сравнивать с Тарьяном, самая упрощенная версия. Вот максимально, да? То есть вот я запоминаю, почему я назвал Gray. Сейчас, одну секундочку. Gray add, if you not in gray. Потому что он, да, он его, естественно, здесь... Ну, короче, в черные я здесь отдельно не веду. Просто по факту добавляем в ордер. По окончании DFS все, что... Это скорее правильно назвать не Gray. Это скорее надо было назвать visited или used. То есть здесь под одним, единым подразумевается уже позванный. Те, кого позвали, неважно, идет он уже или еще не идет. Единственное, что для вот этой проверки, чтобы не было циклических уходов в бесконечную рекурсию, соответственно, что в покрашенные мы уже не идем, и множество Gray я смогу возвращать. А, да вот здесь я его и назвал used. Все. То есть лучше бы его и там было назвать used. Ладно, короче, в результате я беру в белые все вершины, я беру, делаю пустое множество, которое постепенно разрастается, я вычитаю из белых вот этих товарищей и все. На самом деле можно было чуть-чуть ускорить вот эту операцию вычитания множеств, если бы я сет делал каждый раз новый пустой сет, меньше было бы необходимо действий по вычитанию. Но это сейчас не важно, сейчас это не так важно, потому что это на самом деле сильно существенно на 7 точек не скажется. Можно изобрести какой-то случай, может быть, не знаю. Все. То есть, по сути, это укороченная, упрощенная версия Тарьяна, в которой мы не бастуем, если обнаружили циклическую зависимость. Мы просто продолжаем обход, спокойно получили порядок наоборот. Теперь, используя обратный порядок, совершаем вторую серию обходов. Я ее назвал DFS2. Вот он, коротенький, красивый DFS. Что я делаю? Просто добавляю grey add. Но я параллельно добавляю его еще и в компоненту. Я веду параллельное добавление в два множества. Зачем? Зачем? Дело в том, что мне нужно отдельно текущую компоненту, которую я наращиваю, и в то же время при самом обходе мне нельзя попадать в покрашенные вершины из ранее имеющихся компонентов. Понятно? Поэтому, поскольку это множество set, мне так проще сейчас, чтобы... И операция записывается просто, и асимптотика у нее от единицы. Очень красиво получается. Поэтому я введу параллельное добавление сразу в два множества. Grey add и component add. И туда, и туда эту вершину вносим. В общее количество, в общее покрашенное множество и в текущую компоненту. Ну, я бы сказал, что этот граф какой-то куцей получился. В нем компоненты некрасивые. Надо какой-нибудь покрасивее туда граф добавить в работу. Ну, правда, посмотрите, да? Берем первую попавшуюся, смотрим. Пока она черная, пропускаем. Берем следующую. Берем следующую. То есть мы закончим в тот момент, когда мы возьмем белую. Понятно? После чего, интересно, кстати, я вот так вот беру, а у меня точно там есть белая. А, да, я вхожу в цикл, когда белые есть, когда количество черных не равно всем вершинам. Так что белая там 100% есть, цикл не бесконечный. Короче, я достаю, достаю, достаю оттуда в обратном порядке поп в случае списка, а это список, соответственно, с конца очереди. А очередь, ордер мы формировали выше, ячейки выше. Ну, все. Так что, как видите, красота и разгильдяйство. Так, 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 так. Так, теперь смотрим на время. 15-16 минут у нас остается на изучение оставшейся части теории графов. Никогда я не был в таком цикл, типа теории графов. Ну что, друзья мои, благодаря лабораторным работам ваше просвещение немножко все-таки идет вперед. И вы знаете, что существует взвешенный граф. Взвешенные графы могут иметь вес ребер. На самом деле можно... Так, дайте я остановлю пока запись, чтобы не нагонять место лишнего. Главное не сесть за компьютером, не включая запись. Так, так что взвешенные графы. У каждого ребровес. Как его хранить? Я рассказывал? Не рассказывал. То есть, как хранить взвешенные графы? Боже мой, как мне печально. Первый вариант. Параллельно с матрицей смежности, где мы отмечаем фактом единички наличия ребра, мы можем хранить весовую матрицу. Правильно? Это раз. То есть, вариант первый. Весовая матрица. Хороший ли это вариант? Ребята, плохой. Как и матрица смежности. Она жрет память от N квадрат. До свидания в оперативной памяти. Понимаете? У вас миллион вершин. Сколько оперативной памяти надо на нее? Тем более, что она разреженная. Там нулей полным-полно. Плохая идея. Вариант номер два. Вариант номер два. Да, и еще. Хранить топологию графа можно как угодно. Хотите, списками смежности можно хранить. Хотите, не знаю, списком ребер. А лучше множеством ребер. Множественный поиск быстро происходит. Сет быстро дает нам факт наличия ребра. Но списки смежности идеальны. Списки смежности, они сразу говорят нам, какие вершины являются соседними. При обходах это важно. Потому что тогда, иначе, если вы будете хранить неправильно, у вас будет асимптотика. Вам нужно всего лишь перебрать всех соседей. А вы, а я не знаю, кто потенциальные соседи. У меня этот список заранее не предзаготовлен. Да, я по всем вершинам буду идти и спрашивать, сосед ты мне или не сосед. Да, матрица смежности золотые единицы будет вам возвращать соседа на длине соседа. Но общий объем будет О от Н работы. По поиску всего лишь ваших соседей. Поэтому списки смежности запомните. По возможности надо пользоваться ими. Итак, а где хранить веса? Есть вариант. Есть вариант. Можно сделать словарь, словарь весов. То есть сделать такой словарь, в котором у нас будет каждому, я сейчас его создам вот на месте, каждому ребру, как к кортежу вершин. Я сейчас ради прикола напишу не номерками, а буковками. А, запятая Б, Б, ребру А, Б, как к кортежу, ни в коем случае не списку, потому что списки не могут являться ключами в словаре. Словари вы уже помните? Я же рассказывал вам в словаре, правильно? В самом начале этого семестра. Так вот, через двоеточие я пишу его вес. То есть дороги А, Б соответствуют 5 километров. Дороги Б, С соответствуют 7 километров и так далее. То есть достать информацию из этого словаря, даже если у него будет миллион ребер от единицы. Потому что словарь ищет значение по ключу очень быстро. Проверка самого факта тоже происходит быстро. То есть в принципе у вас есть списки смежности, которые обеспечивают вам понимание, как делаются обходы, то есть какая связанность. А как только нужно узнать вес ребра, вы взяли weight, подав ему в качестве ключа кортеж из двух идентификаторов. Он вам раз выдал вес. Понятно? Так что это всегда можно так хранить. Это вариант номер 2. И третий вариант, он мне очень нравится в питоне. Мы сами списки смежности можем хранить как словарь словарей. Представьте себе граф, в котором я... Ну давайте я сейчас А, Б, Б, С и, извините, С, С, А. Граф из трех вершин сделаю. С, А, у которого длина будет 3. Вот такой словарик. Слова из словарей. Итак, смотрите, что я делаю. Я говорю так. У меня у вершины А смежными являются вершины Б и С. Ну, он у меня сейчас не ориентированный. Или хотите ориентированный? Давайте ориентированный под скобы. Пусть будет ориентированный для простоты сейчас. У вершины А смежной является вершина Б. Да, правильно? При этом ребро А, Б имеет длину 5. Это маленький словарь. Маленький словарь, содержащий все смежные вершины с их весами. Если бы их было больше, здесь было бы через запятую много. У меня есть вершина Б, которой соответствует список смежности. У нее смежной вершиной является С. И при этом вес ребра Б, С, 7. Ведь если граф является простым графом, то есть в нем две вершины определяют ребро. Нет кратных ребер. Нет, ребер вот этих вот, несколько ребер кратные. Потому что тогда названия вершин не определяют ребро. Тогда его хранить неудобно. Можно, но неудобно. Не будем сейчас с ними работать. Простые графы смотрим. Так вот. В этом случае у меня получается, я все эти соответствующие словари смежности с весами вместе, я их, а у С смежной является А длина 3. Я их все закладываю в словарь. Вот и получается, что мой граф это словарь словарей смежности. Это очень красиво. Потому что я, во-первых, перебирать вершины в таком графе могу как for v in g. For v in g будет перебирать ключи основного словаря. То есть как раз все множество вершин. Если там список пустой, я ставлю там пустой словарь. Дальше. Соответственно, для каждой вершины я могу перебирать ее соседей при желании. Как? Да очень просто. For neighbor and neighbor. Давайте. Нейгб. Напишешь. Напишешь ней, получится как лошадка делает ней. Не знаю, где остановиться. На букве n остановлюсь. For n in g от v. Что такое g от v? Это для конкретной вершины, которая уже является ключом словаря, он возвращает вот этот словарь смежности. Например, вот этот. А если я захочу распечатать вес этого, то есть я могу напечатать что? Что у меня v и n, и такое ребро существует. А вес этого ребра это g от v от n. Класс? Очень accessible такая получается структура данных с легким доступом, с высокой скоростью поиска. Потому что факт проверки, если мне понадобится проверить, вершина лежит в списке смежности или нет, это зао от единицы, потому что это словарь. Ключ такой либо есть, либо нет. Я потом расскажу про хэш-таблицы, как это так работает, почему это так быстро. Ладно, у меня осталось 7 минут, вы не поверите. Значит, что я должен с вами сделать сейчас? О, что я с вами сейчас сделаю. Если бы я мог эту доску перевернуть как-нибудь, это было бы быстрее. Пожалуй, а? Пожалуй, я сейчас буду шалить. Друзья, выворачиваю. Дейкстер рассказывать не надо. Алгоритм Дейкстера в кармане, да? Флойда Оршелла. На самом деле, я сомневаюсь, у меня лежат два алгоритма, которых хорошо бы, чтобы вы знали. Алгоритм Прима и Краскала по минимальному остовному дереву. Прелесть. Но, пожалуй, придется их... Даже не знаю, так жалко. Я не знаю. Оставлю вам на дополнительное изучение к экзамену. А сейчас, чтобы вы не сошли с ума с алгоритмом Флойда Оршелла, представим себе, что я по какой-то дурацкой причине решил хоронить граф в режиме все-таки весовой матрицы. Ну, например, он очень сильно полносвязный, там очень много ребер, прям очень много. И смысл в этих словарях смежности, в всяких списках матрица. В ней мало нулей. Вот он сильно связанный друг с другом. Назовем эту матрицу W. Назовем эту матрицу W. И в этой матрице я пропишу сейчас, и все вершины обозначены индексами от нуля. Соответственно, я прописываю веса ребер. При этом ребра, которые идут вот здесь по диагонали, у меня от вершины к самой себе расстояние 0. Правильно? Между двумя вершинами, между которыми есть какое-то разумное расстояние, известное мне ребро и известные длины, я ставлю какое-то число. От вершины А к вершине 0, от вершины 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, к вершине 4 расстояние 5. Соответственно, я сейчас симметричную введу, на самом деле можно и несимметричную. 2, 2, 3, 3. Ну, короче, какие-то расстояния здесь есть. Но если я рисую матрицу весовую, возникает вопрос, а что у весовой матрицы должно быть в тех ячейках, где нет ребра вообще? Варианты разные. Можно нам туда напихать, можно минус 1, можно просто мусор, чтобы там хранился, потому что, по идее, я не должен заглядывать в весовую матрицу, если в матрице смежности стоит отсутствие ребра. Ну, что я туда полезу тогда? Правильно? Нет, нечего туда лазить, там мусор хранится, ну или минус 1. Условно, какое-то нан, какое-то ключевое значение, означает, что там ребра нет. Ну, а так вообще не обязательно смешивать весовую матрицу матрицу смежностью, даже если вы почему-то решили. Но здесь мы делаем так. Здесь я проставляю на диагонали именно нолики, а там, где ребер нет, я проставляю плюс бесконечности. То есть у меня здесь везде, я не смогу это сейчас быстро сделать, поэтому я точечки поставлю. Но вы должны понимать, что на самом деле под каждой точечкой здесь подразумевается плюс бесконечность. Да? Понятно? То есть плюс бесконечности. Как в алгоритме Дейкстра? Недостижимость. Время? Три минуты. А теперь смотрите. Идея алгоритма Флойда Уоршалла в том, что мы сейчас будем строить последовательность, последовательность вот таких матриц, скажем так, достижимости, в которых мы постепенно будем разрешать промежуточные вершины. Давайте рассмотрим, что у меня сейчас идет попытка дойти из вершины i в вершину j. У меня есть некоторое количество вершин, через которые можно ходить в качестве промежуточных. Если вершина i принадлежит этому множеству, тогда, естественно, что кратчайшее расстояние от i до j, если оно мне известно на данный момент, то возможность воспользоваться вот этим вот как промежуточным мне не нужно. Я и так знаю кратчайшее расстояние отсюда. Если это расстояние, если всеми вот этими вершинами, которые в этом множестве, мы уже пользовались при вычислении кратчайшего расстояния от i до j. В начале мы можем считать, что это множество пусто. Никакими промежуточными вершинами нельзя пользоваться в качестве промежуточных. А потом я скажу, а давайте я по какой-то причине, я говорю, вершину 0, вот именно вершину с индексом 0. Я говорю, я ее сейчас хочу добавить в качестве возможной промежуточной вершины. Тогда, давайте я назову ее сейчас вершиной вот этой вот, вершину, дополнительную вершину, вершиной k. Она сейчас в это множество должна будет войти. В начале множество пустое. Итак, у меня существует кратчайшая траектория от i до j сквозь вот это множество. Пока оно, как сказать, пустое множество промежуточных. То есть прямое ребро есть всегда, если оно есть. Я говорю, так, ребята, у меня существует какая-то кратчайшая траектория от i до k, проходящая через вот это множество возможных промежуточных. Какая-то траектория от k до j, проходящая через вот эти возможные промежуточные, которые допускаются. Понятно? Так вот, я скажу так, что новая, я буду назвать буковкой a, f, новая матрица кратчайших расстояний от каждой вершины к каждой, в которой допустимыми являются k вершин, она формируется следующим образом. да, она формируется следующим образом. В ней у меня, ну, для каждого элемента, мне сейчас придется писать формулу, да, в которой я должен для каждого элемента ее прописать. Поэтому вот это, это и значение именно для и того же этого. Так вот, в нем у меня будет меньшее из двух вариантов расстояний. Первое, нам не нужна вот эта дополнительная вершина, нам достаточно k минус одной вершин. То есть у нас в этом множестве допустимых было раньше k минус одна штука. Говорю, мне достаточно k минус одной, нам и так без тебя было неплохо. Вариант номер два. Я обязательно прохожу через эту дополнительную вершину k, но самый, и тем самым включу ее в это множество. Да, да, прохожу через эту вершину k. Значит, сама она при этом не нуждается в самой себе, как промежуточной, потому что она, от нее до нее расстояние 0. Расстояние кратчайшее от нее, от i до k, я могу построить по предыдущим допустимым вершинам, по предыдущему знанию о кратчайших расстояниях. И расстояние от k до j через k минус одну вершину. А теперь внимание, вот это, это формула для динамического программирования. Вы помните динамическое программирование. Это когда мы рекурсию выворачиваем задом наперед. То есть от крайних случаев идем к рекуррентным. И вот оказывается, что если мы будем плавно двигаться по k, плавно двигаться по индексу k, for k in range, начиная от нулевой до n вершин, n штук вершин сейчас у меня, дальше я должен пересчитать новые значения f, я сейчас не буду это оформлять как список списков списков, увольте, пусть останется вот этой формулой. Понятно, что каждое здесь нужно раскрыть с тремя квадратными скобками или начинать подменять списки, чтобы меньше памяти потратить. Потому что сейчас у меня будет памяти u от n в кубе. Ну плевать. А здесь я просто для всех i и j должен перевычислить новое значение. Вы помните, когда мы в прошлом семестре динамику проходили? Мы лекцию разбираем математику, пол лекции разбираем математику вопроса, а потом такая формулка такая, и три цикла. Все. В результате у вас есть кратчайшие расстояния от каждой вершины к каждой другой. Прикол в том, что этот алгоритм, в отличие от алгоритма дейкстры, еще и разрешает ребрам иметь отрицательный вес. То есть наличие ребер отрицательного веса не ломает его. Только знаете, какая ситуация его ломает? Его ломает ситуация, когда у вас возникает цикл отрицательного веса. У него могут быть положительные, но если у вас возникают циклы отрицательного веса, то вы можете уходить в минус сколько угодно, зарабатывать здесь. В этом смысле есть какой-то механизм, я его, к сожалению, не помню. При помощи него, говорят, можно еще и обнаруживать факты таких циклов отрицательного веса. Я не умею. А сам алгоритм, пожалуйста. Асимптотика от N в кубе. Красота, конечно, потрясающая. Кроме дейкстры и Флойда Оршала есть еще один Форда Беллмана. Он интересен тем, что он используется в маршрутизации сетей TCPIP. Но мы его трогать не будем, этого достаточно. Ребята, к сожалению, мы пропускаем. Может быть, я урву это у хэш-таблицы. Если я быстро расскажу, я тогда расскажу обязательно, чтобы это на экзамене. Или это будет как консультация перед экзаменом. Я вам должен перед девизачетом, прошу прощения, этот минимальные остовные деревья, МСТ. Запомните, пожалуйста, и напомните. На этом все. Спасибо. До встречи. Продолжение следует...